В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемерис. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о громких арестах, ведомственных проверках, масштабных спецоперациях и подведем криминальные итоги недели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смертельное ДТП на проспекте Металургов. Трагедия случилась в ночь на субботу. Как сообщается, водитель Ситроена двигался в сторону улицы Каховской, проехал на красный свет и сбил пешехода, который от полученных травм скончался. С места аварии виновник попытался скрыться, но вскоре при содействии активистов ночного патруля его удалось задержать. По их данным, водитель иномарки был пьян. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Втираются в доверие, а потом грабят. В Самаре в этом году жертвами мошенников стали более сотни пенсионеров. Злоумышленники проникали в их квартиры, запоминали, откуда потерпевшие достают деньги, затем обворовывали. Суммы ущерба порой достигали полумиллиона рублей. О том, как не попасть в беду, в нашем репортаже. Приходил в дома к пожилым людям, представлялся сотрудником пенсионного фонда и, войдя в доверие, похищал у стариков деньги. Такова версия следствия. В деле Юрия Белова, 22 эпизода. На кадрах видно, как мужчина приходит в банкомат, чтобы снять средства с украденных у пенсионеров карточек. Злоумышленника полицейским удалось задержать. Сейчас материалы дела переданы в суд. Просил показать ему документы, квитанции. То есть, когда бабушка или дедушка доставали эту папочку заветную, он видел, что в ней, например, есть денежные средства, он брал оттуда документы, просил в это время попить водички, принести какой-то листочек бумаги, что-то записать, что-то заполнить. После чего похищал эти денежные средства и уходил. Не все деньги получают наличными, кто-то получает на карточку. Это были факты совершения и хищения именно карт. И после чего он также обманом узнавал пин-коды этих карт и снимал оттуда деньги. Всего в этом году мошенники ограбили более сотни самарских пенсионеров. Треть преступления раскрыта. Злоумышленники приходили в дома под видом соцработников, сотрудников коммунальных служб. Встречали свою жертву подъездов. Технически продвинутым пенсионерам рассылали сообщения, мол, их родственники попали в беду и чтобы им помочь требуются деньги. Изобретательности мошенникам не занимать. Как правило, они пользуются наивностью пенсионеров. Своих жертв в основном они встречают на улицах и иногда представляются даже гадалками, обещая снять порчу. А порой приходят к пенсионерам с продуктами, якобы от родственников, и просят расплатиться на месте. По словам полицейских, раскрыть такие преступления особенно сложно. Обычно потерпевшие не могут четко описать своего обидчика, а порой в силу здоровья даже его разглядеть. И в полицию они обращаются далеко не сразу. Усложняют полицейским задачу и так называемые гастролеры. Люди, которые приезжают в регион специально, чтобы совершить преступление. Люди себя ведут корректно, доброжелательно. Этим подкупают пожилых граждан, поэтому им и доверяются. А это другая каста, которая психологией своей, умением предрасположить человека к себе совершает данное преступление. Полицейские предупреждают. Сотрудники коммунальных служб обычно о своем визите сообщают заранее. Как минимум объявлениями в подъезде. Если в дверь постучались незнакомцы, лучше не оставаться с ними наедине, а пригласить соседей или позвонить родственникам. Также можно обратиться в дежурную часть полиции, чтобы по адресу направили ближайший наряд. Самарским полицейским пришлось применить силу, чтобы задержать угонщиков фургона. Ночью инспекторы ДПС, дежурившие на южном шоссе, обратили внимание на фургон, водитель которого при виде стражей порядка резко прибавил скорость и не остановился по требованию сотрудника ГИБДД. На патрульном автомобиле полицейские догнали беглеца, заблокировали его машину и задержали его. Для того, чтобы усмирить нарушителя, им пришлось применить силу. Оказалось, что за рулем фургона находился 19-летний молодой человек. Он угнал авто с улицы Революционной. Машина принадлежит фирме, в которой он работал грузчиком. Заведено уголовное дело. Действия во время чрезвычайных происшествий отработали силовики на стадионе «Самара-Арена». Плановые учения прошли в преддверии Чемпионата мира по футболу. Оперативники ФСБ тренировались слаженно работать совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии, а также с оргкомитетом Мундиале. К учениям привлекли и спецтехнику. За работой силовиков на стадионе следил оперативный штаб под руководством главы регионального управления ФСБ Владимира Татаурова. В ходе учения отработаем координацию и слаженность действий сил и средств оперативного штаба при возможном возникновении происшествий чрезвычайного характера на стадионе «Самара-Арена». Проведение подобного рода учений является важным элементом подготовки к обеспечению безопасности международного спортивного мероприятия. Необычное явление наблюдали многие жители Самарской области во вторник вечером. Очевидцы сообщают, в небе пронеслась яркая светящаяся спираль. Загадочный объект видели в Самаре, Тольятти и Безенчукском районе. Некоторые успели снять необычное явление на видео и выложить в интернет. Пользователи соцсетей сразу же выдвинули несколько предположений. Традиционно на первом месте оказался вариант НЛО. Затем метеорит и еще один попроще – квадрокоптер с подсветкой. Однако, как оказалось, необычный летающий объект – это межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь». Ее испытательный пуск произвели в Астрахани. На этом у нас все. Вы смотрели «Сускное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова